Дмитрий Александрович Как уже справедливо упоминали, именно в полосе 16-й армии был основной удар вермахта, в том числе и танковыми соединениями. Наступление там началось, в общем, на большинстве участков фронта 16 октября. Главной целью, конечно, противника было взятие под контроль стратегически важного Волоколамского шоссе. Важность эта заключалась в чем? Во-первых, конечно, это прямая дорога на север Москвы, на столицу. При этом она еще соединена и была и сейчас тоже с важнейшими коммуникациями уже между Москвой и северной частью тогдашнего Советского Союза, прежде всего Ленинградским шоссе. А значит, в случае получения контроля над этими пунктами произойдет прерывание поставок, и так, небольших поставок резервов и провизии в осажденный Ленинград. Про 125 грамм хлеба на человека в сутки, как раз осенью, зимой 1941 года, мы с болью в душе помним. Во-вторых, эта дорога обеспечивала... Во-вторых, вот взятие этой дороги, оно позволяло вермахту достаточно мобильно ударить и в тыл 5-й армии, которая стояла, как раз обороняла линию Можа из Звенигоры-Ты, нанести удар по 30-й армии, как раз на стыке Калининского и Западного фронтов, таким образом, в принципе, обрушить все северные направления. Вот. В этих условиях командарм Рокоссовский Константин Константинович распределил армию, распределил оборону следующим образом. На севере, в районе Волжского водохранилища, оно также еще известно, как Московское море, он расположил 3-й кавалерийский корпус Льва Михайловича Даватора, южнее поставил как раз полкремлевских курсантов, который уж сегодня упоминался, в районе реки Лама. Далее сам город Волоколамской полосу южнее, причем весьма протяженный, фронт 41 километр целый, оборонял 316-я дивизия Панфилова. У нее было два очень важных преимущества. Во-первых, она была укомплектована по личному составу, а также по числу артиллерии, целых 212 орудий было у них, причем 60 было крупнокалиберных. Во-вторых, у нее действительно была очень широкая и глубокая система военно-учебной и политподготовки. Вот об этом, мне кажется, лучше всех написал как раз Константин Константинович Рокоссовский в своих мемуарах «Солдатский долг». Из чего исходил Рокоссовский, когда вот такую схему планировал, когда так расставлял войска? Прежде всего, из того, что у него просто нет второго эшелона обороны, вот на момент начала наступления в середине октября. А значит, если враг прорвется, то останавливать его будет просто нечем. Тогда ставка значительных резервов дать еще не могла. Но вместе с тем, конечно, нельзя не сказать, что у него был действительно мощный штаб, мощный кадровый резерв из офицеров, который во главе с Михаилом Сергеевичем Малининым, конечно, который прошел уже тогда колоссальную обкатку и на Ярцевском рубеже, под Смоленском, и, конечно же, под Вязьмой, когда избежал внутреннего кольца, вот как раз в этом городе, и прорвался через внешнее к Можайску, в сторону Можайска, да, вот. Кроме того, Рокоссовский, конечно, понимает, что главный удар будет сопровождаться существенными танковыми соединениями, их там было целых две танковые дивизии как раз, он стал усиливать панфиловцев, артиллерии, практически вся артиллерия армии была сосредоточена именно там, ей руководил лично Казаков, вот. Параллельно с этим, особенно на стыках соединений, то есть подразделений, создавалась глубокая система противотанковых рвов, при этом она минировалась, да, чтобы как раз немцы не применили свою излюбленную вот эту вот тактику вклинивания и потом разъединили на две части с последующим окружением. И, наконец, опять-таки, учитывая, что просто нет второго эшелона, прорваться противник может где угодно, поэтому Рокоссовский делал ставку, видимо, еще потому что он был конником с Первой мировой войны, делал ставку на мобильные подразделения и соединения, да. Причем это была не только кавалерия, но, хотя про третий корпус Доватор-то мы помним в составе 50-53 дивизий, да. Именно он, кстати говоря, стал тем ресурсом, который в конце октября Север Рокоссовский перебросил на помощь панфиловцам, и они все-таки удержали фронт. По крайней мере, противника они задержали под Волоколамском. Но это были еще и саперы, да, была распространена еще с первых дней боев практика создания саперных отрядов, которые, передвигаясь на автомобилях, повозках, лошадях, перебрасывались в самые сложные участки фронта, и прям вот буквально где-то танки врага прошли более всего, прям у него почти под гусеницами минировали все это пространство, и таким образом отбрасывали врага. Ситуация, конечно, была очень тяжелая, честно говоря, вот я даже представить себе не могу, как вообще это можно вот так воевать, но самоотверженности действительно не занимать. Далее. Думается, что еще очень значимым фактором было, конечно, наличие связи достаточно стабильного канала, причем как между 16-й армией и соседними, да, армиями, то есть 30-й и 5-й, поскольку это позволяло планомерно отступать, да, и таким образом не создавать друг другу фланговых угроз и разрывов фронта. А с другой стороны, значимым было, конечно, и взаимодействие со штабом западного фронта. Мы помним, что, например, под Вязьмой этого не было, и армия только чудом избежала окружения, да. Здесь уже такого не было, и это, конечно, позволяло получать те самые нужные, пусть и пока еще небольшие, применить на октябрю, но резервы в давней и более критических ситуациях. И все мы помним, конечно, про те знаменитые два артполка, которые в конце октября ставка перебросила как раз на позиции 316-й панфиловской дивизии, и она, еще раз подчеркиваю, все-таки противника там задержала. И более того, противник там был, пусть и на один-два дня, но остановлен фактически впервые. Враг остановился и был вынужден перебрасывать резервы с других направлений. Вместе с тем, не могу и не заметить, что это вот как раз временную передышку использовала и ставка, потому что она пополнила, фактически она создала 2-й шелон 16-й армии, да, уже упомянутые 4 кавалерийские дивизии, и та самая широко известная 78-я сибирская дивизия Белобородова, конечно. Они, вот особенно в середине ноября, конечно, сыграли, ну, я бы сказал, стратегически важную роль и фактически позволили просто не прорвать фронт. Вот, например, в начале ноября уже, да, когда немцы перешли к наступлению, образовалась проблема такого рода. Южнее Волоколамского шоссе противник существенно вклинился в оборону 3-й 16-й дивизии и вышел на важнейший плацдарм у деревни Скирманово. В чем проблема этого плацдарма? Он находится на возвышенности, 264 высота, и оттуда видно вот буквально на несколько километров вокруг все пространство, в том числе и само шоссе, а значит, поставь туда артиллерийские орудия, его можно спокойно обстреливать. Естественно, все передвижения армии и уж тем более секретности подход резервов фактически ограничены. Параллельно с этим, если противник нарастил бы свои танковые силы в этом районе, а там уже к 11 ноября было 87 готовых к бою танков, внушительная сила, расширить их еще немножко, он мог бы перейти наступление, вообще окружить шоссе как раз, да, 16-ю армию, и таким образом полностью прорвать фронт. Вот, что в этих условиях было делать, конечно, и ставки, и руководство 16-й армии, переходить в контрнаступление, в контрудар на этом направлении, да, и 11-го, 15-го ноября эта операция была проведена, причем проводили ее силы как раз 50-й кавалерийской, 18-й стрелковой, и что не менее важно, 4-й танковой бригады Катуковой, экстренно переброшенной как раз на этот участок незадолго до проведения операции. Кстати говоря, вот интересная деталь, ровно в день начала операции, 11-го ноября, она получила наименование 1-й гвардейской. Думаю, что за этим, конечно, ставка ставила определенный морально такой мотивационный эффект, потому что вот стала популярной, как сам пишет Катуков в своих мемуарах, стала популярной среди его танкиста фраза, «Раз мы гвардейцы, значит и бить будем по-гвардейски». И действительно ударили по-гвардейски, да, противника фактически смели под этой деревней. 80 танков из 87 уничтожено, целых 4 батальона общевойсковых противника были взяты в плен или, опять-таки, уничтожены. Вот, это позволило частично, пусть и временно стабилизировать фронт на левом фланге. И тут Рокоссовский решил ударить на правом, наружу на правом крыле, сосредоточил большую подвижную группировку, опять туда как раз те самые резервы 4К в дивизии бросил, кавалерийский. Но, к сожалению, 15-16 ноября противник, опять широким фронтом, перешел уже в широкое наступление, началась так называемая вторая стадия обороны Москвы. При этом, опять же, 16-й армия, ну, вот осложнилось буквально все. На северном крыле, да, танковыми ударами враг серьезно потеснил позиции 30-й армии, причем именно ее южный фланг, и там как раз образовался разрыв примерно в 20 километров. В этих условиях Рокоссовскому просто ничего не оставалось сделать, как переходить в контратаку. Резервы ставкой пока не подойдут, нужно чем-то латать, нужно обеспечить их прикрытие. Контрудар был нанесен, но потери были, к сожалению, очень большими. Вот как раз 58-я танковая дивизия, к сожалению, только за один день боев потеряла целых 139 танков. То есть, как вы понимаете, очень много. Но, тем не менее, цели достигли резерв, вот этот вот разрыв фронте залатали. Вот, конечно, правда, наступательная инициатива была погашена. Но тут обстановка еще раз обострилась. Уже на южном, на левом фланге, да, противник вновь потеснил позиции, на сей раз 5-й армии. Как раз сейчас к выводам перехожу, да. Позиции как раз 5-й армии. Именно здесь как раз Рокоссовский использовал тут свой самый резерв, 78-ю сибирскую дивизию, и внезапным контрударом она отбила противника. Тогда перейду сразу к выводам, поскольку время ограничено. Прошу меня простить, да. Про Клинское направление, тогда, если позвольте, может быть, если мы еще раз встретимся, я отдельно тогда, может быть, на этот тем доклад подготовлю. Ну, в качестве тогда выводов я бы хотел сказать вот что. Все эти мероприятия, которые были сделаны 16-й армии, и те, о которых я в том числе не сказал, к сожалению, конечно, это итог великолепного профессионализма советских полководцев, в том числе самого Рокоссовского, его штаба, но, знаете, конечно, все это было бы невозможно без массового героизма наших солдат. Опять сошлюсь на Рокоссовского, как он сам писал. Мои солдаты стояли до конца, автоматчики в окопах, мои артиллеристы стреляли с поврежденных орудий и продолжали стрелять, даже когда танки врага подъезжали фактически вплотную. Солдаты буквально шли с двумя-тремя бутылками горючей смеси или гранат на врага, на танки врага, да, и, конечно, как мы не можем не вспомнить, что как раз 16 ноября, тот день, когда бессмертной славой покрыли себя 28 героев-панфиловцев у разъезда Дубосекова, которые практически с голыми руками остановили танковую колонну врага. Насим, спасибо за внимание, весьма скомканно получилось. Да, еще раз прошу меня простить.